Официальный старт 13-му международному инвестиционному форуму дали губернатор Кубани Александр Ткачев и вице-премьер России Дмитрий Казак. Заявились, зарегистрировались в качестве участников форума 9 тысяч участников по состоянию на сегодняшний день. Это на 2 тысячи больше, чем было в прошлом году. В форуме участвуют представители практически всех регионов нашей страны, а также 36 стран мира. Уверен, что завтра и в субботу нас ожидают очень интересные, увлекательные дискуссии об условиях, в которых будет работать бизнес, работать будет власть в меняющемся мире. Уверен, что эти дискуссии окажут существенную поддержку, существенную помощь, помогут найти ответы на те многие вопросы, которые ставят перед нами жизнь. Глава Краснодарского края обратился к прибывшим на ежегодный саммит политических и бизнес-элит России делегациям из 37 государств с приветственным словом. Губернатор Кубани подчеркнул особую важность присутствия рекордного количества 9 тысяч участников, собравшихся на форуме в Сочи в период непростых экономических и геополитических событий в стране и мире. Я весьма благодарен всем вам за то, что уже традиционно, исторически вы каждый год приезжаете и находите небольшое количество дней, осенних дней для того, чтобы их провести в Сочи вместе с нами. 13 форум. Мы всегда очень готовимся, волнуемся. Вы знаете, что и завтра увидите еще раз, что сам форум проходит уже в новой обстановке. Мы его проводим в медиа-центре, где раньше находились огромное количество журналистов во время Олимпиады. А сегодня это новое здание экспоцентра в Сочи. Ну и, конечно, все. Солнце, море, горы, наше кубанское гостеприимство – все сегодня для вас. Глава региона пригласил всех участников форума на открытие автодрома «Формула-1» и отметил, дождь, который шел весь первый день форума, на теплый инвестиционный климат никак не повлияет. У Кубани традиционно самая масштабная экспозиция и свыше 1800 инвестиционных проектов на общую сумму 530 миллиардов рублей. А праздничное настроение на торжественной церемонии открытия создавали давние друзья Сочинского экономического форума «Биг-бенд» Георгия Гораняна. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».